Здравствуйте! В эфире Якутия 24 новости экономики. В студии Евгений Баженко. О планах строительства моста через Лену сообщил глава республики Егор Борисов на встрече с работниками постоянного представительства Якутии в Москве. Продвижением этого проекта, учитывая его масштабность, глава занимается лично. Наш мост включен в число совместных российско-китайских инвестиционных проектов. Рассчитываю на поддержку Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляет первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Так заявил Егор Борисов, пообещав приложить к этому все силы. Полный запрет на снятие наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков в скором времени может вступить в силу. Депутаты Госдумы уже одобрили законопроект в первом чтении. Пока такие операции возможны, но с ограничениями. Для физических лиц это 5 тысяч рублей в день или 40 тысяч рублей в месяц. В случае вступления нового введения в силу, анонимные электронные средства платежа можно будет использовать только для безналичных расчетов. В течение 2018 года долговая нагрузка на республиканский бюджет не превысит 47% от собственных доходов. Такое решение принято в правительстве Якутии. Пока это значение находится в пределах 50%, республика будет оставаться в группе регионов с высокой долговой устойчивостью. Напомним, 26 января текущего года международная рейтинга агентства ФИЧ подтвердила рейтинги республики Саха в иностранной и национальной валюте на уровне BB- со стабильным прогнозом. Таким образом, Якутия имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня, такой же, как рейтинг страны. В Россию может вернуться практика страхования от безработицы. Застрахованные на такой случай граждане смогут рассчитывать на выплаты при потере работы. О том, что идея обсуждается между правительством, профсоюзами и работодателями, сообщил глава федерального Минтруда Максим Топилин. До 2000 года такой вид страхования в нашей стране уже существовал. Его возвращение, по словам министра, увеличит отчисления в социальные фонды на полпроцента, которые разделят работник и работодатель. Сейчас работодатели платят в соцфонды суммарно 30% от фонда оплаты труда. Рынок ипотечного кредитования по итогам 2017 года показал рекордный рост. Объем выданных кредитов увеличился на 37% до 2 триллионов рублей. Всего было предоставлено более миллиона ипотечных займов, сообщает Центробанк. Средняя ставка по рублевой ипотеке продолжала снижаться в течение года и к декабрю составляла менее 10%. Именно на декабрь пришелся пик выдачи кредитов. К началу 2018 года задолженность предприятий за электроэнергию перед Якутской Энерго составила 1 миллиард 869,5 миллионов рублей. Из них почти миллиард 206 миллионов. Это длительные просрочки в два месяца и более. По структуре долга основная часть приходится на компании ЖКХ – 592 миллиона рублей и население – 638 миллионов рублей. Промышленные предприятия задолжали 24 миллиона. При этом предприятия, которые финансируются из федерального бюджета, должны 8 миллионов 400 тысяч, что ровно в два раза меньше долга предприятий, финансируемых из республиканского бюджета – 16 миллионов 800 тысяч рублей. Финансовые власти страны обещают представить проект разработки, который свяжет воедино все персональные данные каждого гражданина страны. Каждый россиянин зарегистрирован в той или иной базе данных. У него есть паспорт, свидетельство о пенсионном страховании, ННН, водительские права и так далее. По ним можно получить большой массив персональной информации. Однако для этого нужно запрашивать по отдельности разные информационные системы. Идея состоит в том, чтобы технологически связать их, дав возможность по-любому из этих маркеров выгрузить сразу все персональные данные. Реализация подхода займет около двух лет. На поддержку агропромышленного комплекса России в этом году выделяется 240 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов правительство будет искать дополнительно. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Одной из самых востребованных мер для сельского хозяйства остается доступность кредитов. Работает программа льготного кредитования по ставке 5%. Также продолжается возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов сельского хозяйства. Будут выделяться средства на обновление сельхозтехники. Оптоволоконная линия связи будет проведена до Оленекского района Якутии в лучшем случае к 2020 году. Для этого предлагается заключить соглашение между Ростелекомом, Оленекским, Аннабарским районами и Минсвязи Республики. Об этом рассказал первый замминистра связи и информационных технологий Якутии Николай Гришаев в ходе отчета органов исполнительной власти, который прошел в Оленьке. От Удачного, где уже работает оптоволоконная линия до Оленька, около 300 километров. Затраты на работу по данному направлению составят 80 миллионов рублей. Минстрой России приступил к разработке поправок к законопроекту, которым создается единый вертикаль контроля за долевым строительством. Поправки направлены на ускорение достройки проблемных объектов. Помимо прочего, они вводят запрет на привлечение средств дольщиков через жилищные сертификаты, а для должностных лиц предусматривают штрафы за необоснованное решение о выдаче заключения, которое дает право вести долевое строительство. 17 миллиардов рублей трансфертов на развитие автодорог сегодня распределяют в правительстве России. Сколько получит республика, пока неизвестно. В региональном Минтрансе пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с нашим каналом. Редактор субтитров А.Семкин